Общение как понимание людьми друг друга. В общении осуществляется также и взаимное восприятие его участников. Общающиеся всегда могут понять, что представляет собой партнер по общению, каков его внутренний мир, оценить уровень установившегося взаимопонимания. Общаясь с собеседником, важно знать, как тот себя оценивает. Это повышает эффективность общения. Самооценка человека влияет на восприятие окружающих. Если человек уважает себя, то он может уважать других. Кроме того, она влияет на возникновение симпатии. Если человек уверен, что он честен, красив, то он своим поведением как бы подсказывает отношение к себе. Наконец, самооценка влияет на возникновение удачливости. Если человек убежден в своих способностях, ловкости, ответственности, то таким он и будет в реальности. Только ощутив свою собственную высокую самооценку, человек способен видеть, принимать и уважать высокую ценность других людей. Таким образом, человек с высокой самооценкой внушает доверие и уважение, и сам постоянно ощущает свою высокую значимость. Ребенок приходит в мир без каких-либо представлений о себе, о том, как взаимодействовать с другими людьми, что представляет собой окружающий мир, и, конечно, без каких-либо критериев самооценки. Он вынужден ориентироваться на опыт окружающих его людей, на те оценки, которые они ему дают как личности. За первые 5-6 лет жизни он формирует свою самооценку почти только на основе той информации, которую получают от взрослых и сверстников. Ребенок с низкой самооценкой, несмотря на все свои удачи, постоянно терзается сомнениями. Для него достаточно одного маленького промаха, чтобы были зачеркнуты все предыдущие успехи. Каждое слово, мимика, жест, интонации, тембр и громкость голоса, прикосновения и действия родителей, пишет сатир, несут ребенку сообщения о его самоценности. Например, ребенок преподносит своей маме букет цветов, а мама берет цветы со словами «Где же ты их взял?». При этом ее улыбка, голос, интонации говорят «Какие замечательные цветы ты принес? Где же растут такие прелестные цветы?». Такая материнская реакция повышает самооценку ребенка. Но ситуация может сложиться иначе. Мама скажет «Как мило!», а потом добавит «Ты случайно не сорвал в саду у нашей соседки?». Ребенок поймет, что его считают способным на плохие поступки, и это снизит его самооценку. Ощущение самооценности может формироваться только в том случае, если с пониманием принимается любая индивидуальная реакция. Любовь выражается открыто. Ошибки используются для приобретения нового опыта. Общающиеся откровенно и доверительны. Есть необходимые условия взаимоотношений, личная ответственность и честность каждого. Все это характерно для атмосферы в хорошей семье. В такой семье дети чувствуют себя нужными и любимыми, вырастают здоровыми и умными. Задание. Для того, чтобы понять, что такое высокая или низкая самооценка, вспомните те моменты в вашей жизни, когда ваше настроение поднималось. Постарайтесь восстановить свои ощущения, чувства и переживания в эти моменты, и вам станет ясно, что значит чувство высокой самооценки. Затем вспомните и те моменты в вашей жизни, когда вы совершили какую-то ошибку. Это поможет вам осознать, что такое низкая самооценка. Учитывая все это, вы должны уяснить для себя главное. Не надо стыдить и обвинять ребенка в каком-либо проступке. Достаточно просто дать ему почувствовать ответственность за совершенные действия. Задание. Попробуйте сделать письменный анализ своей самооценки. Каково ваше мнение о собственных поступках и что вы цените в себе больше всего? Задание. Когда вся семья в сборе и занята каким-то общим делом, постарайтесь понять, что происходит с вами, когда к вам обращаются другие члены семьи, как изменяется ваша самооценка в зависимости от тона обращения или выражения лица собеседника. Выясните, как вы сами к себе относитесь, повышается или понижается ваша уверенность в себе, изменяется ли самооценка. Прислушайтесь к тому, что и как вы сами говорите своим близким. Постарайтесь поставить себя на их место и представить, что они чувствуют, когда вы с ними разговариваете. Помогаете ли вы своим близким почувствовать, что они пользуются вашим уважением и любовью? Задание. Проанализируйте свои взаимоотношения с кем-либо из партнеров по общению, например, с сыном или дочерью. Расскажите друг другу о своих чувствах. Выслушайте друг друга, не давая какой-либо оценки. Это поможет лучше узнать другого его чувства. Расскажите друг другу о том, что помогает вам чувствовать себя на высоте, а что, напротив, снижает веру в себя. Ситуация. Как можно изменить отношение к нам, окружающих, если что-то в этом отношении нас не устраивает? Очевидно, в первую очередь надо изменить собственное поведение. Как это сделать? Решение. Прежде всего, надо создать у себя хорошее настроение и положительную самооценку. Высокая самооценка и хорошее настроение способствуют успеху в делах и гармонии в человеческих отношениях. И наоборот. Это убедительно показал Гальтон, двоюродный брат Дарвина, который провел над собой следующий эксперимент. Перед тем, как отправиться на прогулку, он внушил себе «Я отвратительный человек, которого ненавидят все». Идя по улице, он ловил на себе презрительные взгляды прохожих. Вывод, который можно сделать, очевиден. Человек представляет собой то, что он думает, а потому нет необходимости сообщать окружающим об уровне своей самооценки и своем душевном состоянии. Люди и так это почувствуют. И, разумеется, надо относиться к окружающим благожелательно и внимательно. При общении можно выделить ряд механизмов межличностного восприятия. Идентификация. Отождествление, уподобление себя другому человеку. Когда человек продумывается. Вид механизма. Идентификация. Отождествление, уподобление себя другому человеку. Характеристика механизма. Когда человек продумывается. Действует, как постановка субъектом себя на место другого и взгляд на вещи с его рациональной точки зрения. Вид механизма эмпатия. Способность к постижению эмоционального состояния другого человека в форме сопереживания. Характеристика механизма. Когда человек прочувствуется. Действует, как прочувствование состояния партнера, скрытого смысла сказанного им. Стремление эмоционально откликнуться на его проблемы. Вид механизма. Рефлексия. Знание того, как партнер понимает меня. Процесс зеркального отношения друг к другу. Характеристика механизма. Как будет тот-другой понимать меня. Действует, как знание субъектом того, как он воспринимается партнером по общению. Вид механизма. Стереотипизация. Процесс приписывания сходных характеристик всем членам какой-либо социальной группы. Характеристика механизма. Когда человеку приписывается сходная характеристика. Штамп. Действует, как восприятие, классификация и оценка социальных объектов на основе определенных представлений. Идентификация как сопоставление. Механизм идентификации дает возможность воспитателю или взрослому поставить себя на место ребенка и продумать его мысли. Это поможет правильно определить мотивы его поведения. Ситуация. Девочка трех лет, увидев во взрослом журнале фигуры моделей, демонстрирующих красивое женское белье, сама назвала, что это тетя. Однако на вопрос, по каким признакам это можно было определить, не ответила. На основании чего девочка смогла все же правильно определить пол? Решение. Девочка определила правильно пол на основании одежды, хотя еще без указания ее детализации. Это говорит о начале формирования половой идентификации. Задание. Ваш воспитанник совершил определенный поступок. Попробуйте поставить себя на место ребенка. Проследите возможный ход его мыслей и определите мотивы этого поступка. Эмпатия в общении как сопереживание. Одним из важнейших компонентов правильного построения процесса общения является эмпатия как умение сопереживать чувством собеседника. Собеседник А передает информацию. Собеседник Б принимает информацию. Собеседник А кодирует свои идеи и чувства в слова. Собеседник Б отделяет чувства от содержания, от общения. Собеседник А употребляет неточные слова, слова со скрытым смыслом. Собеседник Б, отражая чувства, подсказывает собеседнику А, насколько понимает его состояние. Продолжительность общения зависит от фактической информации, от установок, а также от чувств и эмоций проявлений. Чем больше развита эмпатия, тем больше успеха в общении. Эмпатия способствует сближению общающихся, делает поведение человека социально обусловленным, присуще каждому, но развито не одинаково, хорошо развито у женщин в связи с их социальной ролью. Можно выделить несколько основных условий эмпатического общения. Первое. Умение слышать партнера, отмечая, что сказано и как. Второе. Наличие положительных установок к собеседнику. Третье. Развитие внимания, памяти и особенностей воображения. Приятно говорить с чутким собеседником, который разделяет наши эмоции и переживания. Развитие эмпатических способностей определяется условиями, в которых воспитывается человек, числом содержательных коммуникативных связей человека в семье, культурными традициями той среды, в которой вырос человек. Как развивается эмпатия в процессе взросления человека? В период до шести месяцев преобладает эмоциональное общение с матерью. Ребенок реагирует на эмоциональные проявления родителей, подражает им, имитирует их мимику, речевые звуки, не осознавая их значения. К трем годам ребенок отделяет себя от окружающей среды, у него формируется образ «я», а также наблюдается ситуативно-речевое подражание. Ребенок начинает оценивать собственные поступки так, как это делали в отношении его взрослые. Разговаривая сам собой, он отчитывает или хвалит себя. Ребенок как бы использует социальные роли других, перенося свое «я» на персонажа своего воображения. В 5-7 лет у ребенка в сюжетно-ролевых играх обогащаются представления о жизни взрослых. Вместе со сверстниками дети отображают ситуации из жизни родителей, стараются в ней разобраться. По мере развития мышления и речи децентрация собственного «я» чаще всего осуществляется про себя, молча. Ребенок проигрывает роли в своем воображении, наделяя героев сопутствующими переживаниями. Материал для инсценировок берется из своего жизненного опыта, из просмотренных фильмов, из сказок или рассказов. Период от 10 до 17 лет характеризуется тем, что постепенно, по мере приближения к юношескому возрасту, накапливается большой репертуар ролевых взаимоотношений, причем он тем шире, чем богаче социальный и эмоциональный опыт личности. Эмпатические качества развиваются тем интенсивнее, богаче и разнообразнее, чем больше у подростка представление о других людях, а познание других связано с познанием самого себя. Большую помощь в обучении эмпатическому пониманию может оказать умение читать мимику, жесты, позы, взгляды, рукопожатия, походку собеседника. Отражение чувств наиболее полезно в конфликтных ситуациях. Если мы сумеем показать человеку, что понимаем его чувства, наверняка обвинительный накал его речи спадет. Отражение чувств помогает и говорящему. Он лучше и полнее начинает осознавать свое собственное эмоциональное состояние, что является началом преодоления кризиса. Правила отражения чувств. При отражении чувств акцент делается не на содержании сообщения, а на эмоциональном состоянии собеседника. Это различие не всегда легко уловить, но оно имеет принципиальное значение. Сравним две фразы «я чувствую себя обиженным» и «я думаю, что я обижен». Отражая чувства собеседника, мы должны показывать ему, что понимаем его состояние. «У меня такое ощущение, что вы чем-то расстроены». Желательно избегать категоричных формулировок типа «я уверен, что вы огорчены». Следует также учитывать и интенсивность чувств собеседника. «Вы немного расстроены». Понять чувства собеседника можно различными путями – по выражению лица, жестам, интонации собеседника, по его словам, отражающим чувства. Иногда понять и промолчать ценнее, чем лезть к собеседнику в душу со своим пониманием. Большую помощь в обучении эмпатическому пониманию может оказать умение читать мимику, жесты, позы, взгляды, рукопожатия, походку собеседника. Ситуация. Мама, встречая сына Сережу, 7 лет, из школы, увидела, что его трясет от случившихся неприятностей. Мама сказала, «Прикрою окно, а то тебя всего знобит от холодного ветра. Как только окно было закрыто, дрожь прекратилась». Что же произошло? Эта ситуация показывает пример выражения эмпатии со стороны мамы. Кроме того, в этом случае ярко проявился такой психологический механизм, как создание якоря, по типу условного рефлекса. Слова мамы связали его дрожь, вызванную испытанными неприятностями, с холодным воздухом из окна и сформировали так называемый якорь. И как только окно закрылось, как только причина была ликвидирована, дрожь тут же пропала, хотя объективно от этого существенных изменений температуры воздуха не произошло. Якорь, подменив истинную причину дрожи другой, сумел обмануть организм сына. После этого мама смогла спокойно общаться с сыном, выясняя причины неприятностей. Ситуация. Дети мгновенно улавливают наше дурное настроение. Беспокоясь за родителей, они часто винят в плохом настроении взрослых именно себя. Как предпочтительнее поступать в данной ситуации? Решение. Искренние слова о переживаемых нами чувствах помогут ребенку перестать чрезмерно беспокоиться, ощутить уверенность. Раз у родителей могут быть мрачные мысли, значит это нормально, что и у меня они время от времени появляются. Но ребенку не нужны подробности, иначе возможен риск сформировать у него тревогу, страх и склонность к депрессии. Даже испытывая упадок духа, родители способны передавать детям оптимизм. Не столько в отношении всего, сколько их будущего. Я знаю, что ты можешь быть счастливым и добиться успеха в жизни. Именно такие ободряющие слова, в сочетании с проявлениями поддержки, любви и готовности выслушать в повседневной жизни, придают ребенку веру в себя и в свое будущее. Ситуация. Дима в семье единственный ребенок. Он с удовольствием слушает мать, которая часто говорит ему о своей материнской любви и о том, какой он хороший. В такие минуты у него возникает мысль. Она мать и хочет мне добра. Но когда Дима смотрит на маму, то отчетливо видит холодные отстраненные глаза, и ее голос тогда кажется ему суровым, и мальчик чувствует какую-то тревогу. Как влияет на личность ребенка такое противоречивое поведение матери? Решение. У Димы возник внутриличностный конфликт как результат противоречия между позитивным содержанием, которое он слышит из уст матери, и тем, что он видит безрадостное выражение лица матери. Противоречие и несовпадение сказанного и демонстрируемого ребенок чувствует и при наблюдении за действиями и поступками матери. Противоречивость ее поведения может выражаться и в том, что она иногда бывает спокойной и любящей, все понимает и все прощает, а в другой раз нервный, отчужденный, ничего не хочет принимать и прощать. Диму такое поведение матери пугает. Не понимая причин, он винит себя. Я что-то не так сделал, и мама перестала меня любить. Неоднозначное отношение матери к ребенку значительно тормозит его личностное развитие. Это влияет и на формирование внутреннего образа «я», а также на отношение к самому себе. Ребенок не знает, как себя оценивать, хороший я или плохой, умный или глупый, сильный или слабый. При излишнем беспокойстве попробуйте немного отойти от своих ощущений и проявить в отношении кого-либо эмпатию. Поставьте себя на место другого человека, подумайте, о чем он думает, что переживает. Такое изменение угла зрения помогает изменить стратегию отношений. Родители должны передавать детям положительный настрой, даже если им самим не всегда хватает присутствия духа. Задание. Задание на развлечение интонирования речи. Подготовьте фонограмму с записями одних и тех же фраз с различными интонациями, выражающими неуверенность, растерянность, агрессивность, возмущение. Задание на понимание эмоционального содержания печатного текста. Приготовьте лист бумаги, разделенный на две части. Слева нужно написать какой-либо текст, отражающий процесс общения. Справа – название выраженных в нем чувств. Задание на понимание эмоциональной стороны устной речи. Понаблюдайте со стороны за общающимися и попытайтесь определить эмоциональную окраску высказываний участников диалога. Ситуация. Оценивая действия ребенка, можно ему сказать «Зная тебя, я был уверен, что ты все сделаешь хорошо». Или «Зная тебя и твои способности, я думаю, ты смог бы сделать это лучше». Какое из данных высказываний нужно предпочесть? В чем различие их психологического смысла? Решение. Обращение первого типа обеспечивает психологическую поддержку, тогда как второе выражает разочарование. Для нормального развития ребенок часто нуждается в психологической поддержке. Чтобы ее оказать, нужно опираться на сильные стороны характера и психики ребенка. Помогать ему разделять большие задания на мелкие, с которыми он может справиться. Поддерживать ребенка психологически можно словами, например, «красиво», «аккуратно», «продолжай». Высказываниями типа «Мне нравится, как ты работаешь». Прикосновениями к плечу, руке, легким объятиям. Совместными действиями. Выражением лица, улыбкой, кивком. При общении с ребенком придерживайтесь некоторых правил, применяя эмпатическое слушание. Проявите полную заинтересованность в его проблемах. Почеркиваю эту заинтересованность мимикой, жестами, восклицаниями. Не пользуйтесь предвзятыми оценками, данными ребенку чужими людьми. Своё расположение к нему подчеркните улыбкой. Слушая ребенка, не отвлекайтесь, сконцентрируйте все свое внимание на нем. Дайте ребенку высказаться. Не торопите, дайте ему время высказаться свободно. Не подчеркивайте всем своим видом, что ребенка трудно слушать. Не давайте советов и оценок без его просьбы. Ищите истинный смысл слов ребенка. Помните, что сказанное слово дополняется оттенками, проявляющимися в изменении тональности и окраске голоса, мимике, жестах, движениях, наклонах головы и тела. Покажите ребенку, что тот услышан, и смысл сказанного понят. Упражнение на развитие эмпатии. Спросите о том, что необходимо для жизни яблони. Например, земля, вода, пчелы. Что необходимо в жизни человеку. Например, друзья, которые способны понимать. Дайте представить ребенку, что он какое-то животное. Например, собачка. Предложите ему сочинить рассказ от имени собачки. При этом в помощь ребенку предложите такие вопросы. Если у собачки какой-либо домик, кто ее кормит, всегда ли у нее есть еда, зачем собачке нужен человек, у которого она живет, зачем людям нужна собачка. Пусть ребенок подумает о том, как собачка общается с человеком, который о ней заботится. Как она приглашает поиграть. Как дает себя погладить. Как показывает, что она хороший друг. Поговорите с ребенком о том, почему люди нуждаются в домашних животных, а те в нас. Задайте следующие вопросы. Испытывают ли животные чувства? Почему люди ответственны за животных? Что дают животные человеку? Поговорите о семье ребенка. В чем нуждается каждый из ее членов? Что нужно папе? Что нужно маме? В чем нуждается сын? Перебрасываясь мячиком, попросите ребенка произносить добрые слова, которые поднимают людям настроение и помогают в беде. Психологической основой гуманных отношений является эмоциональная эмпатия, которая представляет собой сочетание переживания, сочувствия и импульса к действию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова